Интересный вопрос! Очень хороший! В отношении этого святые отцы говорят достаточно много, и даже, я бы сказал, постоянно говорят. И основная их мыть заключается в том, что пока человек не познал себя, он, в общем-то, ничего доброго не сделает. А что значит познал себя? Вот это, оказывается, главный вопрос! Познал себя, они говорят, пока человек не увидел, что, оказывается, вот я решил, всё больше я никого не осуждаю, и вдруг вы мне звоните, говорят, этот такой нахал, что сделаю? Я говорю, ах, он такой-сякой немазанный! И всё у меня улетело! Так я же решил! Так вот, святые отцы говорят так, что человек по своей природе оказался очень повреждённым в самом начале, в истоках, в первых людях. И эта повреждённость заключается в том, что все наши добрые, добрые качества, они в определённой степени извращены. В каком смысле? Что даже когда мы, кажется, иногда и действительно, и хотим, делаем добром, то здесь обязательно примешивается что-то. Например, я кому-то подаю, слава тебе, Господи, я исполнил заповедь, и что вы думаете? Подал копейку – Господи, лимончик мне давай оттуда! Кому-то подал – ой, хвалите меня! Но если даже никого нет, я сам в себе уже доволен, что я сделал доброе дело! А Макарий Великий что говорит? Боже, очисти мя грешного, як он никогда же сотворих благое пред тобою! Так вот, святые отцы все единодушно – это просто поразительное единодушие в данном вопросе – все единодушно утверждают до тех пор, пока человек не увидел вот этой поврежденности своей природы, пока он следует не смириться и не увидит, что он ничего не может сделать, не смириться, он не сможет никогда, никогда исполнять, исполнять, делать то добро, которое он хочет надлежащим образом. Обязательно у него просчеты какого рода – или тщеславие, или там расчет, самомнение, гордость и чего-то, чего только нет, сластолюбие, что угодно! Поэтому и эта мысль апостола Павла, когда доброго, которого хочу, но не делаю, а злое, которого не хочу, делаю, она говорит только о том, что говорит, во-первых, что наша природа повреждена, во-вторых, мы должны, кажется, пытаться сделать то, что нужно, в-третьих, тем не менее, до тех пор, пока мы не увидим, насколько в нас живут все, все, без исключения страсти, и что мы никак не можем сами с ними справиться, то есть, пока мы не смиримся, не сможет человек именно делать то доброе, что хочет. Об этом писали даже величайшие отцы церкви, представьте себе! Поэтому нет другого пути, нет другого пути начать делать добро, как только через достижение вот того благодатного состояния, которое на аскетическом языке называется смирением. Я бы мог, конечно, привести вам очень интересную сказку, но не знаю, хотите вы или нет. Хотите? Ну, пожалуйста! Есть очень интересная сказка. Сказка о сове. Её написал маленький мальчик. Всего, говорят, им было года четыре или пять. Сказка такая. В лесу стояло дерево, в дереве было глубокое дупло, в котором поселились пчёлы, и они очень хорошо жили. Но вдруг полетела сова, и одних... Ах, не пчёлы, извините, муравьи, муравьи, ошибся. Одних муравьёв съела, других выгнала, и сама поселилась. Довольно, и вдруг слышит, стучит. Она выгнала направо, налево, никого нет. Опять спряталась, и вновь стучит где-то. Опять выгнала, никого нет. И этот мальчик вдруг говорит, а оказывается, у совы-то это стучало сердце и говорила, зачем же ты съела и разогнала муравьёв-то? Почему же ты так сделала? И этот мальчишка, которому было четыре-пять лет... Вы представьте себе, какой делает вывод! Сова-то была злая, а сердце-то у неё было доброе. Как великолепно он выразил христианскую идею о том, что каждый человек есть образ Божий. Но, к сожалению, мы настолько повреждены, что даже при всём этом прекрасном образе Божием мы никак не можем сами по себе исправиться до тех пор, пока не смиримся. Вот так! Продолжение следует... Продолжение следует...